Слава Иисусу Христу! Отдает это время благоприятное. И по Его любви и милости, говорит нам Священное Писание, мы не исчезли. И милосердие Божие обновляется каждое утро. И сегодня для тебя и для меня это милосердие обновилось. И поэтому слава Иисусу Христу, что Он нас благословил. Он достоин славы, и Он наш Бог, и Он наш Царь. И желание моего сердца поговорить с вами о том, как мы можем служить нашему Богу, как мы можем служить нашему Царю. И я прошу Господа, чтобы Бог дал мудрость и Духом Святым наполнил мои слова, чтобы они дошли до вашего сердца. Потому что если не будет Бога в Слове, которое мы говорим, и это Слово не будет от Бога, оно не принесет пользы. Оно не принесет пользы твоей душе. Но когда Слово от Бога приходит, и Царь Иезекий, он даже сказал такие слова, когда он лежал больной, и ему сказали, пророк сказал, принесите пласт смок и приложите к этим нарывам, которые были у него на теле. И он исцелился от этого. Но он сказал очень такие важные слова. Он сказал, не трава и не пластырь, но твое все исцеляющее слово, оно принесло жизнь этому человеку. Оно принесло ему жизнь по плоти, но это Слово приносит нам жизнь в Духе и в служении Богу. И поэтому я хочу с вами открыть первое место. Это будет Римлянам, 12 глава. Где апостол Павел говорит такие слова. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, в святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И я хочу с вами поговорить сегодня об, как обновиться умом. Я поговорю об одной маленькой части, о том, как нам обновиться нашим умом, чтобы стать выгодным нашему Богу. Мы все знаем нашего Господа, как того, который принес нам спасение. Правильно? Мы его знаем, как того, кто исцеляет нас от болезней. Мы это знаем. Мы его знаем, как того, который нас любит и хранит. И я знаю сейчас вот эта проблема, которая была. Мы знаем, что, не знаю, насколько, но почти, наверное, на 99% народ Божий сохранен от этого вируса. Это милость Божья. Но задается вопрос, как мне быть выгодным Богу? Как мне быть таким, чтобы Бог нуждался во мне? Потому что есть два рода людей, которых Бог ищет. Это тех, кто встает в проломе за определенных людей, о чем Петрик говорил, например, и тех, которые поклоняются Богу в духе и в истине. И очень часто мы представляем себе Иисуса Христа, который все нам дает. Дает нам прощение, и мы живем себе и потребляем. Но приходит время, когда нам нужно обновиться нашим разумом, чтобы понять, что Бог-то тоже что-то от нас хочет. И желание моего сердца давайте откроем одну притчу Иисуса Христа, в которой Он описал то, что Он желает от нас. Это будет Луки 29 глава. Нет, я извиняюсь. 19 глава неправильно записал. С 11 стиха, где говорятся такие слова. «Когда же они слышали это, присовокупил притчу, ибо они были близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал, некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. «Призвав же десять рабов своих, сдал им десять мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я не возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили след за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать себе рабов, тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. И пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла десять мин и сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла пять мин и сказал и этому, и ты будь над пятью городами. И пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, заверну в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь чего не клал и жнешь чего не сеял. Господин сказал ему, твоими устами будут судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру чего не клал и жну чего не сеял. Для чего ты не отдал серебра моего оборот, чтобы я получил его с прибылью? И сказал предстоящим, возьмите у него эту мину и дайте имеющему десять мин. И сказали ему, господин, у него есть десять мин, сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а не умеющего отнимется то, что имеет. Врагов же моих, которых не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и сбейте предо мною. Дорогие друзья, братья и сестры, мы все называемся рабами Иисуса Христа. Это правда? Вот что нужно сделать, давайте просто порассуждаем, что нужно сделать человеку, чтобы приобрести себе раба. Вот давайте вернемся в то время, когда были рабы. Что нужно делать человеку, чтобы приобрести себе раба? Человек должен пойти на рынок, заплатить деньги и купить себе раба. Иисус Христос за каждого из нас заплатил. Он пришел в этот мир. И все зло, которое было, или которое удерживало каждого из нас, где мы находились в рабстве, он заплатил за это своей жизнью, своей кровью. И теперь мы стали его собственностью. И мы радостные, мы понимаем, что Бог наш великий, благословенный. Но приходит время, когда Он призывает каждого из нас и говорит, вот тебе мина. Вот тебе мина, я отлучаюсь. Иди, употребляй ее в оборот. И я верю и знаю, что есть в нашей церкви те люди, которые эти мины употребляют в оборот. Но я хочу порассуждать с вами об этом рабе, который просто взял и хранил эту мину. Господин желал, чтобы этот человек употребил эту мину в оборот. Каждому из нас данная эта мина. Когда ты являешься еще младенцем в церкви, Бог благоволит к тебе, Бог дает тебе благословение. Но приходит время, когда Он говорит тебе, у меня есть для тебя дело. У меня есть для тебя дело, чтобы ты что-то делал для моего царства. Понимаете, здесь мы начинаем понимать Иисуса Христа не как жертву за наши грехи, не как спасителя, но как господина, как царя в нашей жизни. Он пошел получить свое царство, и Он пошел за своим царством. И Он его получил. И скоро вернется назад. И каждый из нас получил эту мину и должен употребить ее в оборот. И написано, я не помню здесь или в другом параллельном месте, каждому дал как? По его силе. Он знает твою силу. Он знает, на что ты способен. Он знает, для чего ты определен на этой земле. Он знает, для чего Он тебя купил, придя в этот мир. Он знает. И Он дал тебе, и говорит, отправляй ее в оборот. И человек приносит ему, говорит, вот твоя мина. Она была завернута в платок. Он хранил, Он следил за ней. Ее не украли. Потому что время-то какое-то прошло. Он не оставил ее где-то. Он ее хранил, завернув в платок. И Он ему говорит такие слова. Почему ты не отдал ее торгующим? Почему ты не дал? Почему ты не продавал? Почему ты не делал то, чтобы эта мина принесла что-то большее? Когда человек приходит на торг, всегда есть товар. И у каждого товара есть разная цена. И она, иногда она больше, иногда она меньше. И Господь хочет, чтобы мы знали цену того, что мы имеем. Я хочу задать каждому вопрос. Вот ты имеешь это от Господа. Ты имеешь эту мину. Если ты считаешь себя зрелым христианином, ты имеешь эту мину. Ты знаешь цену ей? Ты знаешь, сколько она стоит? Да, мы можем сказать, она очень много стоит. Но в эквиваленте. Если мы знаем, что, если я приезжаю с немецким евро в Украину, она стоит 30 гривен. Это цена евро в Украине. Если я поеду в Россию, это будет, сейчас точно не знаю, почти 100 рублей. Что-то в этом районе. Господь дал тебе. Ты знаешь цену? Ты отправляешь ее в оборот? Ты торгуешь? И я задал себе вопрос. То, что я говорю сейчас, я сам переживаю это. Я сам думаю об этом. Даю ли я в оборот то, что дал мне Бог? И читая Священное Писание, оно нам говорит, что служите Богу как? Каждый тем даром, который получил. Ты вообще знаешь, какой дар ты получил? Сегодня Петрик нам говорил о крещении Духом Святым. Мы все получили духовное крещение? Мы все получили залог царства. Понимаете? Царь ушел и дает нам залог царства. Рекламируем мы это? Продаем мы другим людям или не продаем? Спасение, которое дал мне Бог, продаю я его другим людям? Говорю ли об этом? Или я только для себя пользую? Я это в платок завернул и говорю, это мне. Я сам буду пользоваться, а другим я не буду этого давать. И знаете, что интересно? Ибо я знал, что ты какой человек? Жестокий. Понимаете? У этого человека страх перед господином. он знает, что он человек жестокий. И очень часто мы в нашей жизни мы боимся. Я не буду этого делать, потому что меня Бог накажет. Потому что я в ад попаду. И я начал задумываться над этими словами. И очень интересно, я начал проверять свою жизнь. Я пару раз заметил в своей жизни, я говорил своим детям, не делайте так, потому что Бог вас накажет. Я теперь этого не говорю. Я не хочу вселять страх своих детей перед моим Богом. Я хочу, чтобы мои дети любили моего Бога, а не боялись его. есть страх Божий, но это другой страх. Я знал, что ты человек жестокий. Этот человек боялся этого господина. И поэтому я завернул ее в платок, чтобы она никуда не пропала. Потому что он знал, что спросит. А другие рабы пошли ее употребили. И получили. И сегодня апостол Павел нам пишет, обновитесь умом, чтобы вам познать, что есть воля Божия. Благая, благую волю все мы используем. И очень легко использовать. Когда тебе приходит, когда у тебя благословение, когда тебе хорошо, когда ты получаешь и тебе прибавляется, это хорошо. Но когда тебе нужно идти отдавать, вот здесь нет, я лучше в платок заверну. Я в платок заверну. Чтобы потом, когда придет, я мог ему отдать, и я был перед ним чист. Я ему ничего не должен. Потому что он человек жестокий. Он что хочет, то и делает. И я сделаю так, что я просто сохраню эту мину. Я буду правильным. Я буду постоянно ходить на собрания. Я буду делать все, что он от меня хочет. Я сохраню. Никуда эта мина не денется. Но другим я не буду этого делать. И здесь вот я понял, что в нашем разуме есть эта проблема. Нам всем нужно обновиться. Кто имеет это благословение, пусть вас Бог благословит. Но нам нужно обновление разума, чтобы нам познать. Без обновления не познаем. Там Павел прямо пишет, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И пока ты разумом не обновишься, а делает это Бог, сам ты этого сделать не сможешь. Когда ты придешь к Богу и будешь спросить об этом, Он исполнится. Если сын попросит у отца, что? Хлеба. Не даст ему камень. И читая эти слова, ты понимаешь в твоей жизни, что ты очень мало этого делаешь. Может быть, чуть-чуть делаешь. Бог дал очень много. И это большая цена всему этому. Но мы это часто пользуем для себя. А Он хочет, чтобы мы отдали торгующим. Чтобы мы шли и продавали. В этом мире есть цена Духу Святому. В этом мире есть цена жертвы Иисуса Христа. В этом мире есть цена крови Иисуса. Это то, что мы имеем без тех даров, которые дал Бог каждому отдельно. Это то, что мы сегодня имеем, что мы можем употреблять, а давать в оборот. Я задал себе вопрос, а как я это делаю? И я просто стал пробовать. И я понимаю, что у меня что-то не получается. что-то мешает мне в моей жизни? Ты вроде бы хорошо знаешь Писание. Ты все понимаешь, ты знаешь и много можешь рассказать. но когда время приходит сделать рекламу Богу или продать то, что дал тебе Бог, чтобы приобрести. Потому что продавая другим людям, мы приобретаем новые души. и человек имея одну мину, он смог приобрести десять. Понимаете? И в жизни твоей что-то мешает. Ты не можешь говорить, у тебя рот закрытый. Что-то внутри тебя начинает мешать тебе. И ты говоришь, Господи, что это такое? Что мешает мне то, что ты дал мне отдать в оборот? Что мне мешает, потому что я не могу это говорить? Что-то внутри. И исследуя свое сердце, ты понимаешь, это определенные вещи, которые неугодны Богу. Это грех. Если мы возьмем Адама и Еву, то и Еву, мне Я говорю, нет, я так буду молиться. Я хочу от них избавиться. Я не хочу с ними находиться. Я не хочу, чтобы что-то мне мешало в служении Богу. Они приходят, да. Я не какой-то другой, я такой же самый, как и вы. Я веду каждый день борьбу. И апостол Павел говорит такие слова. Я разумом своим нахожу удовольствие в законе Бога. А что в членах моих вижу другой закон? Но каждому из нас, даже если это происходит в нашей жизни, и происходит в твоей жизни, дорогой друг, вставай. Вставай и иди к Иисусу Христу, иди на Голгофу. Грех любой прощается. Любая ошибка прощается Богом, если ты встаешь и приходишь пред Богом. И это ценно пред Богом, что ты не... Даже если что-то случилось в твоей жизни, ты не остановился, ты встал и пошел опять. И если ты опять упал, ты встаешь и идешь опять. Потому что Иисус Христос любит тебя. Иисус Христос любит тебя, и Он желает, чтобы ты был истинным рабом. Чтобы когда придет время, ты получил в управление города. Раб, который принес 10 мин, получил в управление 10 городов. И Господь желает, чтобы ты тоже получал в управление города. Но для этого каждому из нас нужно научиться отдавать в оборот то, что дал тебе Бог. Исследуя свое сердце, я просто понял, что каждому из нас нужно углубляться в себя. Нужно освобождаться от того, что не нравится Богу, но нравится нам. Нужно вычерпывать свои мысли и свое сердце. И что-то есть, что еще Богу не нравится в нас. И освобождаться от этого. И еще очень важная мысль, которую Господь открыл, что когда мы в своей жизни делаем неправильно, в нашей жизни есть площадка, которая называется непослушание Богу. Это первородный грех, который сделал наш праотец. И Ездор говорит такие слова, «О, что сделал ты, Адам, когда ты согрешил?» Поймите, я осудил какого-то брата. Я сказал ложь на какого-то брата. Это грех, это нарушение заповедей Божьих. Но корень всего этого зла – непослушание. Я не послушался Господа, потому что Он сказал, «Не говори ложного свидетельства». То есть сам корень моего греха – это непослушание. И когда мы что-то делаем, что-то смотрим или говорим, каждый из нас выращивает на этом непослушание свой грех. И когда вот это все мы как пазлы соединяем, смотря на наш народ, то получается один большой грех, который называется грех народа. «Хотя у каждого может быть разным, но Бог на него смотрит, как на грех всего народа. И я думаю, желание моего сердца сейчас молиться, моё время заканчивается о том, чтобы этот грех был разрушен народа. И я хочу с вами читать одно место Писания, которое написано в Паралипоменном 7 главе, где говорятся такие слова. 7 глава, 14 стих. Или даже с 12-го. «И явился Господь Соломону ночью и сказал, «Я услышал молитву твою и сбрал себе место с ее в дом жертвоприношения. Если я заключу небо, не будет дождя, и если повелю старанче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будет молиться, и взыщет лица моего, и обратятся от худых путей своих, я услышу с неба, и прощу их грех, и исцелю землю их, ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитвам на всем месте». Дорогие друзья, братья и сестры, я со всеми вами желаю молиться сейчас. Я хочу пред Богом смиряться, чтобы вот этот грех, или, как я уже сказал, эти все маленькие грехи объединяются в большой грех. Они были разрушены именем Иисуса Христа. Чтобы Господь в благословении и в силе Духа мог являться в нашем народе. Я просто смиряюсь сейчас пред Богом, потому что я такой же самый, как и вы. Я думаю, каждый из нас знает свою проблему. Каждый из нас знает свое слабое место. Я вот сейчас хочу, чтобы именно об этом вы молились. Чтобы об этом вы просили и смирялись перед Богом. Потому что здесь говорятся такие слова. «Если народ мой смирится и начнет молиться, то я прощу грех». И дальше что написано? «И исцелю эту землю». Дорогие друзья, братья и сестры, не только отдаёт благословение, но и землю исцеляет. Это наша земля нуждается в исцелении? Нуждается. От этих всех вирусов и всё, что есть на ней, Бог может исцелить, если мы начнём смиряться и молиться о своих грехах. И тогда, когда мы будем прощённы, Бог благословит каждого из нас, и мы сможем нести и рекламировать нашего Господа. Мы сможем продавать то, что нам дано. Мы не будем заворачивать в этот платок. И будем сейчас молиться, чтобы Бог снял этот платок с каждого из нас, у кого завёрнута эта мина в платок. Чтобы Бог дал право и возможность каждому удалить этот платок. Чтобы она была употреблена в оборот. Чтобы имя Господа славилось. Я прошу пастырей пройти сюда. Дорогие друзья, братья и сестры, это такая важная молитва. И прошу их помолиться за народ. Я думаю, каждый из нас желает, чтобы мы были святы и праведны пред Богом. Чтобы, как Валаам, придя и хотя проклясть народ Израиля, он посмотрел и сказал, нет, не могу. Не могу это сделать. Почему? Потому что Господь с ним. И сейчас я прошу молиться об этом, чтобы каждый человек, кто сейчас чувствует в своей жизни, что у него есть проблема. Молитесь об этом. Молитесь. Сегодня Господь сказал, на этом месте я сейчас слышу. И если народ мой смирится и начнёт молиться, я прощу. Чтобы Бог дал победу в каждую жизнь, дал обновление в наш разум. И чтобы благословение пришло в наши семьи, в нашу душу, в наши сердца и в нашу церковь. А Богу нашему вечная слава. Аминь. Аминь. Аминь.